Приветствую друзья! Сегодня на обзоре у нас то, что мне удалось купить на последней выставке Прага экспо выставка монетная выставка Я немножко затянул с выставлением моих призов или того, что я накупил Но что поделать, так служились обстоятельства Скоро следующая выставка, а я еще не показал, что я купил на этой выставке Начнем с самых недорогих и самых дешевых монет, которые обошлись по пол евро Вот этот кулечек, это все монеты по пол евро Итак, первая монетка пол евро цена или примерно 30 рублей за штуку Одна Анна 1944 года Вполне себе приличном состоянии, можно в коллекцию оставить, можно продать Это английская колония на тот момент Индия 1944 год Теперь покажу сразу кучкой Такие монеты, как только попадаются, я сразу беру и много Особенно по пол евро, конечно, цена зачетная Что это за монеты, надеюсь, все знают Если нет, я расскажу Это у нас Чешско-словацкая оккупированная территория Это Богемия и Моравия На тот момент оккупированная территория 1941 и 1942 годы Такие монетки в Чехии ценятся, но и во всем мире ценятся Оккупированная территория всегда, мне кажется, ценится Вот посмотрите, крупно Эти две похуже, а вот это одна получше состояние у нее Сейчас я вам попробую ее крупно показать Чешская Моравия Одна крона Естественно, это три монетки по одной кроне Чешская Моравия, 1942 год Смотрим дальше Я не уверен, что эти все монеты что-то прям стоят сильно дороже Или какие-то интересные Но я немножко по интуиции покупаю Не понимаю, сколько они стоят Вот это Республика Куба Треспесос За пол евро монетка такая Видимо с Че Геварой Или кто это, тут непонятно Мне показалось недорого Какая-то юбилейная Но пол евро цена отличная Идем дальше Дальше у нас опять 20 копеек Получается Чешко-словацкий 1921 года Вполне себе В таком живом состоянии Они и так и так недорогие Но я решил взять Теперь Румыния Ну, все помните, что я с Молдавией И румынские монеты примерно знаю по цене Пол евро это очень дешево 10 лей 1930 года Румынские 10 лей Красивая монета С Королем Михаем И вполне себе Хорошее состояние Это я не знаю, что за монета Но красивые какие-то Пальмочки Решил взять Красиво Теперь дальше 1 доллар Сингапура За пол евро недорого Монета красивая Биметаллическая Тоже решил взять Это непонятно, что Корея Не Корея Может быть Япония Нет, скорее Корея Все же таки Не знаю 100 каких-то единичек 1974 года Ну, на вид симпатичная Два Крузейра Два Крузейра 1946 года Ну, что можно сказать Бразилия Старинная монетка Относительно старинная Решил взять Пол евро цена дешевая Теперь 20 центавра С аргентинских Тоже красивая монетка 1949 года Тоже решил взять Пол евро недорого Повторяю Пол евро Это примерно 30 рублей 25 Ора 1945 года Эту монетку взял Потому что она серебряная И пол евро Скорее всего Она, конечно же, стоит Поэтому я ее взял Теперь покажу Сразу комплектом Вот мне Они сразу Увиделись Это Одноцентовики Американские По цене Пол евро Мне показалось Дешево Смотрите Какие они И вполне себе Приличное состояние Не убитые Не затертые Сейчас Другую сторону Покажу По 30 рублей За штуку Я считаю Очень И очень Дешево И Цена За них Невысокая 907 904 И Еще Одна 907 Года Смотрится Отлично Монеты Красивые Переходим Дальше Вот эта Монета Прям Огромная Тяжелая Большая Юбилейная Но Недорогая Скорее всего Но мне За пол евро Показалось Прям Недорого Большая Красивая Монета Так Дальше Какая-то Еще Монетка Сама По себе Монета Интересная Тут Красивый Дворец Корабль И Солнышко Состояние Правда Немножко Утертое Но Зато Очень Даже Симпатичное Вот Такая Монетка Трилея Румынские Советского Союза Еще Родом Тогда Румыния Была Вместе Дружила С Советским Союзом Вот Этот Триле Пол евро Недорого 1966 Год И Последняя Монетка За пол евро Сиерра Леоне Один Цент 1964 Года Ну Красивая Красивая Состояние Можно Сказать Штемпельный Блест Даже Прослеживается Итак Монеты Которые По пол евро Мы Просмотрели Будем Смотреть Монетки По Мере Вырастания Цены Итак Следующая Куча Монетки По Одному Евро Начнем С монеты Которую Я уже Сразу Положил В кулеч Когда Купил Значит Это 4 Пенца 1918 Года В Достаточно Хорошем Состоянии Мне Кажется Куплено Очень Дешево За 1 Евро Прям Очень Дешево Сейчас Я вам Покажу Какие Цены На эту Монетку На Ebay Чтоб Вы Могли Сориентироваться Было Было Лучше Состояние Цена Была Была От 50 Евро И Больше А так Таком Затертым Ну Предположительно 10 Тире 20 Евро Как Повезет Но Скорее Всего Эта Монетка Уйдет Мне В коллекцию Дальше За Евро Английский Фунт Юбилейный Очень Хорошем Состоянии 1977 Года Тоже За Евро Недорого Купил Теперь Прокажу Сразу Кучи Почему Кучи Потому Что Это Однотипные Монеты Сейчас Я Всех Выберу Это Серебряные Ора По 50 И 25 Это Все Серебро По Одному Евро Вроде бы Как Недорого Вот Еще Одну Нашел Это Все Серебро Но Проба Невысокая 400 Проба Но В любом Случа Монетки Даже Как Серебро Стоят Этих Денег По Евро Очень Недорого Теперь Покажу И Расскажу Историю Был Человек Один Из Бельгии У Которого Было Одно Франков Это По Одному Франку Бельгийские Это По Одному Франку Бельгийские Монеты Это Бельгийская Конго Монеты Эти Колониальные И Был Один Бельгиец У Которого Было 50 Или 70 Таких Монет Но Все Поцарапанные Все Битые Все Утертые Из Них Удалось Три Монетки В Более Менее Приличном Состоянии Откопать Вот Такие Симпатичные Слоники 44 Года И 46 Это Бельгийская Конго Колониальные Монетки По Евро Конечно Цена Не Высокая Я Решил Взять Слоны Симпатичные Монетки Старые И В состоянии Относительно Неплохом Дальше Я Не Сильно Собираю Аргентину Тем более Старинные Но За 1 Евро Такую Большую Красивую Медную Монету 1893 Года Аргентинский Песо Мне Захотелось Взять И я Ее Взял Состояние Вполне Себе Приемлемое 3 4 Евро Такая Монетка Наверняка Стоит Наверное Даже И Больше Состояние Неплохое Неплохое Состояние Идем Дальше Нашел Я Также По Одному Евро Вот Такие Вот Опять По Одной Кроне Чешско Моразка Одна Крона Но Вот Эти Кроны Конечно Состояние У них Получше Чем У тех Что За Пол Евро Тоже Все Что Нашел В хорошем Состоянии Взял Вот Две Штучки Посмотрите В каком Они Состоянии Чешская Моравия Очень Такие И Состояние Хорошее И монеты Хорошие С ними Очень Доволен Я Когда Нахожу На Развалах Вот Такие Монеты Я их Беру Потому Что Первые Обычно Каких-нибудь Немцев Или Французов И Сами По себе Монеты Хороший Момент Окупации Оно Всегда Чуть Чуть Дороже И Интереснее Так Теперь Попалось Пару Монеток Мне Серебряных Тут Больше Были Они Взяты Из-за Серебра Тут Серебро Хорошей Пробы Я Не скажу Что Оно Высокопробное Но Пробы Больше Восьмисотой Соответственно Как серебро Даже Стоит Денег Пусть Потертый Пусть Побитый Немного Но Серебро Есть Серебро И мы Его Забрали Тем Более Канал Серебромания Серебро Надо Брать В любом Случае Теперь Дальше Я Не знаю Сколько Стоит Эта Монетка Какие То Юбилейные Кроны Норвежские 5 Крон Ну За 1 Евро Я Взял И Потом Посмотрю Что В каталоге Стоит Но Мне Показалось Что Интересно Теперь Дальше Точно Знаю Что Вот Эта Монетка Стоит Неплохо Это Сарлэнд Скажем Так Это Кусочек Германии На время Отделившийся От Германии 1955 Года Эта Точная Монетка Стоит Дороже Евро Это Точно Хорошая И Перспективная Монета То есть Ее В таком Состоянии Можно И в коллекцию И на Продажу Сарлэнд То есть Страны Уже Такой Нет Есть Такой Район В Германии Сейчас А когда То была Своя Монетка 1850 1955 Года Еще Попалась Одна Серебряная Монетка Канадская 10 центов За Еврик Я забрал Состояние Вроде бы Хорошее Монетка Хорошая Почему Бы За Одно Евро Не Взять Тем Более Что Тут Более Больше Чем Один Грамм Серебра Соответственно Даже По цене Серебра Она Стоит Дороже Чем Один Евро Теперь Еще Одна Монетка Опять Такой Кораблик У нас Уже Был За Пол Евро Вот Теперь За Евро Но Правда В этот Раз Состояние Отменное Корабль Солнышко Дворец Красивая Монета Очень Нравится За Один Евро Решил Взять Переходим Следующим Монетам Следующие Монеты У нас По 2 Евро По 2 Евро Сейчас Покажу Что У нас Получилось По 2 Евро Это Островная Монетка Джерси Остров Джерси Сверху Так И Написано 1945 Года Ну Состояние Очень Приличное Очень Приличное В кулечке Не видно Но Общий Смысл Поверьте Мне На Слово Она Имеет Небольшой Штемпельный Блеск И Даже Благодаря Этому Я Решил Ее Все Взять На Сам Деле Она Стоила Не 2 Евро А Полтора Но Я Уже Объединил С теми Которые По 2 Евро Можно Считать Что 2 Евро В таком Состоянии 5 Евро Наверное Стоит И Теперь Еще У нас Две Монетки Это Серебряная Опять же Английская Монета Взяли Чисто Из-за Цены Серебра Тут Один Шилинг По-моему Плохо Видно Через Кулечек И Вторая Монета Это 50 Фейнингов 50 Фейнингов В очень Приличном Состоянии В очень 1927 Года Как вы можете Увидеть Даже Сквозь Кулечек Что Состояние Отменное Имеет Даже Мне кажется Штемпельный Блеск Небольшой Но Может И нет Но Монетка В очень Хорошем Состоянии За 2 Евро Решил Забрать И Теперь Переходим К самой Дорогой Монетке Которую Я купил Не Считая Конечно Серебряных Это У нас Вот Такая Монета Стоили Один В В В Набало Какая Короче Непонятно Что За Номинал Но Монета Мне Сразу Понравилась Я За Ню Заплатил 5 Евро Но Было Понятно Что Она Скорее Сего Стоит Дороже Сейчас На Экране Вы Увидите Сколько Такого Плана Монеты Могут Стоить Это Юбилейная Нечастая Очень Неплохая Монета И 5 Евро Я Так Посчитал Что Недорого Естественно Я ее Взял Не В Развалах Эту Монету Я Уже Купил Листа Разные Каталоги Разные Монеты Каждая Из которых Подписана По цене Вот Это Подписано Было 5 Евро Мне Она Понравилась Я Понял Что Она Дороже Интуитивно И Взял Ее Итак Продолжаем Обзор Того Что Куплено На Выставке Экспо 2022 Года Весной Вот Теперь Смотрите Это Австрийские Монетки Которые Были Куплены Я Историю Уже Рассказывал При Съемках Первого Видео Общего Обзора Сейчас Мы Обозреваем То Что Я Купил И Тут Надо Сказать Как Мне Удалось Купить Несколько Человек У которых Была Прямо Гора Гора Вот Таких Монет И По Одной Кроне И По Две Кроны Серебряные Австрийские 912 913 Годы Ну Качество Как Вы Видите Отменное И У Того И Второго Человека Было Где-то Ну Наверное По 60 По 70 Монет И Была Возможность Выбрать И Пока И В самом Таком Штемпельном Блеске Вот Смотрите Допустим Один Франк 915 Да Вот Смотрите Как он Выглядит Красиво Да А вот Теперь Смотрите Два Франка 912 Сейчас Фокусируется Ну Фактически Я Купил Все Что Более Менее В Красивом Классном Состоянии По 10 Монет Каждого Вида Нет Этих Двух Унцовок Чуть Меньше Но Вот Все Что Я Повыбирал В таком Штемпельном Блеске Все Я Купил Все Купил Монетки Такие И Готов К продаже Их Предложить Не знаю Будет ли Выгодно Покупать Их Отдельно Или Может быть Постоянные Покупатели Смогут Себе Купить Их В комплекте Потому Что Доставка Все Таки Стоит Денег И Доставка Одной Двух И Можно Две Три Четыре Таких Монеты И так Далее Теперь По Цене За Монету Одна Монета На Одну Крону Стоит 650 Рублей 650 Рублей Одна Монета На Одну Крону И 1250 Рублей Две Кроны 650 Рублей Одна Крона И 1250 Рублей Две Кроны Но Вы Сами Посмотрите Какое Состояние И Плюс Почта 300 Рублей Если Покупаете У меня Какую Либо Любую Другую Монету Почта Уже Идет В Подарок Поэтому Будет Выгодно Постоянным Покупателям И Любителям Простой Нумизматики А также Старинной Нумизматики Тем Самым Я Немножко Еще Можно Сказать Что Стимулирую Покупку И Старинных Монет Ну Скажем Так В таком Состоянии Шикарнейшем Есть Смысл Покупать Особенно Если Относительно Недорогая Цена Вы Сами Видите Монетки Все Имеют И Штемпельный Блеск И Достаточно Качественная Чеканка Прорисовка И так Далее Если Вас Какая-то Из этих Монеток Заинтересовала Обращайтесь Как Вы Видите Все Они В штемпельном Блеске Разных Годов В Разном Состоянии Конечно Но В целом Они Очень Достойное Качество Имеют И Соответственно Мне кажется Для коллекции Идеальный Вариант Поэтому Если Вас Заинтересовало Обращайтесь Еще раз Повторю Вот Я Выделю Две Первые Попавшиеся Монеты Значит Еще раз Одна Крона У нас Шестьсот Пятьдесят Рублей Две Кроны У нас Тысяча Двести Пятьдесят Рублей Акция Действует До Момента Распродажи Всех Монет Поэтому Если Вы Увидели Это Видео И Допустим Прошло Уже Какое То Время Если У меня Такие Монетки Остались Вы Еще Можете Их Приобрести У меня Так Что Обращайтесь Пишите Для Связи Со Мной Все Знают Каждому Видео Внизу К Описанию Видео Всегда Есть Данные Как Со Мной Связаться Обычно Это Whatsapp Viber Telegram Даже Аська У меня Есть Даже Такой Вот Месседжер Да Плюс Почтовый Ящик И так Далее То есть Кого Интересует Обращайтесь Я Предлагаю Вот Эти Монеты К Продаже И Думаю Многих Это Может Заинтересовать На этом Разрешите Закончить Съемку Нашего Видео Надеюсь Обзор Вам Понравился Монеты Водка Вам Крупно Еще Раз Поснимаю В Красивом Ракурсе Вот Некоторые Даже Красивые Переливаются Вот И Для Того Чтобы Не пропускать Такие Обзоры И Обзоры Выставок С Чехии С Праги В частности Обязательно Подпишитесь На Канал Не Забудьте Подписаться И Проверить Свою Подписку Потому Что Ютуб Иногда Сам Вас Я Рекомендую Проверить Вашу Подписку Потому Что В Начале Сентября У нас Будет Новая Выставка Самая Крупная В Праге Монетная Выставка Которая Проходит В Начале Сентября И Я На Ней Конечно Буду И Сделаю Новое Видео С Обзором Самой Выставки А Также Обзором Монет Которые Мне На Ней Удалось Приобрести Поэтому Подпишитесь На Канал Проверьте Подписку Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии А Также Можете Делать Запросы На Покупку Каких Либо Из Этих Монет А С вами Был Анатолий Из Праги Канал Серебромания